добрый вечер дорогие наши зрители в эфире выпуск программы день люди события сегодня выпуск посвященный новому политическому сезону в россии новые левые объявили о своем создании в музее революции в москве ныне государственный центральный музей современной истории россии где состоялось подписание манифест об объединении партии справедливая россия за правды патриота россии при этом представителей кпрф на подписание не было видно хотя три лидера заявили что готовы к сотрудничеству со всеми левыми движениями документ подписали лидеры партии сергей миронов захар прилепин и геннадий смигин в манифесте определены идеологические основы объединения его планы и задачи а также выработаны шаги по его реализации . понравилось наше видео видео подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк приходите и далее подписывайтесь на наш канал « Ziggyон». енш sketches о公 nuestros загубок ролик оно большое количество Когда мы берем оборудование, мы понимали и говорили о том, что это имеет смысл для того, чтобы выбор этих сурданов проходить на долгой длинной левом рейтинге в парке государства. Поэтому все очень активно не бороться. Как минимум, второе место на выборах единый день голосования. Игорь Кузьмин, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Кузьмин, директор 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 А.Егорова людей, вовлеченных в деньги из КПРФ, будет пытаться сейчас побудить его в какой-то конфронтации, каким-то резким заявлением. Я надеюсь, что Финаля Андреевича хватит мудрости не поступать в конфронтацию, потому что она невыгодна ни ему и ни нам. Потому что, конечно, в конечном итоге мы занимаемся одним и тем же делом. Дорогие друзья, вот если посмотреть наши документы, с которыми мы сюда пришли, с точки зрения заявлений трех партий и наших позиций, вы увидите, что мы предложили объединиться социал-демократическим, социалистическим, патриотическим, коммунистическим силам партий и организаций. Поэтому наши двери действительно открыты. Понятно, что, как сказал Сергей Михайлович, до 19 сентября будет одна история развития этого процесса. Но я думаю, правильно. После 1 октября она начнется совсем другая. Поэтому наши двери открыты, и мы с большим уважением лучше бы на теледебаках не разбирали проблемы друг друга, а говорили с людьми, уводили, предлагали кое-какие вещи интересные, механизмы, дела конкретные. И не только КПРФ, не только Леопатрическому плану, а всем политическим силам. У нас есть что предложить, в том числе нестандартные действия, нестандартные механизмы. Я думаю, тогда в этом плане тот, кто хочет действительно объединиться, пусть не обязательно в юридическо-организационной форме, тот будет искать точки соприкосновения, опорные точки для того, чтобы это сделать. Кому это не нужно поопределить? Ну, тут уж все в дом, им не будешь. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Ваши вопросы. У меня не вопрос, а благодарность. От земной искусства и международных сотрудничества России сегодня. Благодарю вас за инициативу, которая рождалась в течение 30 лет. Россия была временна всеми этими делами, всеми этими переживаниями, все эти крови. Мы вас попросили за наше прутание достаточно много. Я вас поздравляю. И мы будем работать вместе. И нас ждет только победа. Мы обречены на победу. Спасибо. Я очень рада слушать меня. Зиновьева, величайшего философа, одного из моих учителей. И я думаю, что безусловно, он надобно, то, что сегодня происходит. Потому что спасение России, ценность, собственно ли, выйти и в Россию, это те вещи, для которых мы положим всю свою жизнь и весь свое профильное дело. Прошу вас следующий вопрос. Вот, Молодой, пожалуйста. Всем доброго дня. Казета Пульс и Сентябрь. Хоть и частная, но самая популярная казета в нашем регионе, в котором на всех уровнях представлена партия «Патрия Российская» и «Первая Россия», начиная с регионального, заканчивая всеми конституциями. Вопрос у меня такой. Три серьезных уважаемых человеков, которые известны во всей стране. Как вы грудируете и сохранять между собой консерданство, это объединение? Потому что, наверное, у каждого будет такое желание перетянуть возможность идеала на себя. Как вы будете сохранять это объединение и консердивно принимать решения на обочинство? Когда мы сегодня подписали университет, и мы сказали, что были переговоры, они получились успешно, это говорит о том, что мы теперь одна команда. Вы знаете, я сейчас приведу пример спортсменов. У них есть очень интересное выражение. Они говорят, не важно, важно, что на груди написано, а не что на спине. А на груди у нас сегодня будет написано, что у нас партия «Справедим Россию» за правду. На груди у нас будут написаны цветы для всех граждан России слова. Правда, патриотизм, справедим. Вот это самое главное. А какие у нас фамилии на спине на наших майках, это уже вторично. Поэтому я вам уверяю, мы обязательно поведем наши команды, поведенную команду в поведение. И никаких вопросов у нас никаких не было. Я бы хотел добавить. Понимаете, мы свою перспективу и без громких фраз «будущее развитие страны» поставили выше своих амбиций. Поставили выше амбиций целых партий. И нас вот, что касается партии «Патриота России», центральные полицоветы, почти все рукой перегонали, поделений поддержали. Как вырабатывать правильные решения, как действительно в согласии решать ту главную задачу, которая стоит, во всяком случае, в ближайшее время, это 19 сентября, мы уже договорились. Это был самый первый разговор, где мы решили. Либо мы вместе единое целое, либо лучше не объединиться. Мы понимаем, что, так сказать, наша дружба, наши взаимоотношения, наша совместная борьба есть залог того, что будет все решаться правильно, коллегиально и сильно. Я думаю, из-за большой перспективы. Спасибо. Еще вопросы? Если есть вопросы, поднимайте руку. Можешь, Квадь? Можно заканчиваться. Да, большое спасибо всем тем, кто задал вопросы.